И поэтому НТС изъяснил. Проект этого письма он уже передан Нацбанку, я очень надеюсь, и ожидаю, что Нацбанк и Винфин в ближайшем времени все-таки разводятся на совместное письмо. И нам на самом деле тогда не нужно будет никакого специального законодательства для того, чтобы спокойно менять криптовалюты, продавать их юридическим лицам, и это позволит оживить рынок. Закон нам нужен только для того, чтобы уже регулировать более сложный вопрос, а именно деятельность бирж, потому что, скорее всего, и судя по позиции Европейского Союза по последнему тренду, деятельность бирж будет лицензироваться в вопрос только какая лицензия. Для того, чтобы урегулировать вопросы, связанные с ICO, с токенизацией активов, то, что позволит дать рынку позитивный тренд давления. Сразу скажу, что многие тоже, когда слышат о юристах и блокчейн, когда стоят рядом, говорят, фу, регулируйте блокчейн, это нельзя регулировать. Ну, я, например, регулировать блокчейн, я ничего не могу сказать, но действительно нельзя регулировать, но в нашем законодательстве, в нашем правовой системе это крайне желательно эти определения получить. Потому что вот тоже недавно была одна рабочая группа, собиралась вместе с ЕБРН, и там были представители СБУ. И депутат Алексей Мушак, первый, который задекларировал криптовалюту, спросил у них, у представителей СБУ, криптовалюта законна или нет? На что они говорят? Ну, пока нету правового статуса, мы не знаем. Это серая зона. И поэтому у нас в стране есть специфическая проблема, это силовики. И силовики руководствуются таким очень бедутринальным и пускальным обходом, если у чего-то нет названия, то, скорее всего, это не закон. Поэтому в наших же интересах, интересах криптосообщества, это все-таки добиться какой-то правовой определенности, которая не зарегулирует, а скорее просто определит те правила, которым мы можем следовать, но можем не следовать. Дальше уже у каждого стоит. Я помню о тайминге, поэтому это последний слайд, и я готов ответить на Ваши вопросы. Да, прошу. Спасибо. 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 Последний момент. Мы говорили про криптовалюты. Хотелось бы почути, как посмотреть на регуляцию ICO. У таких стран, как США, Великобритания. Они регулируют процесс проведения ICO, сбора как ICO. Украины. Украине в законодательстве надо по законодательству. И что бачит, и чей смысл в разработке и организации ICO в Украине? Давайте так скажу. И там тоже нет специального законодательства. На баре. И я позвольте на этот вопрос отречь. Давайте за минуту расскажу, что такое ICO для юриста. Тоже ничего нового нет и никакого законодательства не нужно. Я расскажу вам на примере токена. ICO не требует регуляции, потому что скажите, есть ли регуляция у бумаги. Простой вот белой бумаги. Вот это регулируется? Нет. А мы же можем на ней написать, нанести какие-то надписи, и это будет акцией. Можем написать что-то другое, и это будет договором. Можем написать что-то третье, и это будет любовная записка. То же самое с токенами. Самое важное, какие обязательства имитент токена берет на себя против них. Вот берем пример. Я сейчас на этом примером уже злоупотребляю. Вы продаете холодильник. У вас есть холодильник. Это товар. Никаких вопросов нет. Мы взяли на холодильнике и написали. Любому собственнику этого холодильника я делаю ремонт на кухне. Что такое холодильник теперь? Утилити токен на получение услуг. То же самое, как сертификаты брака. Требуют ли это специального законодательства? Вообще нет. Теперь, если вы напишите, что владельцу этого холодильника, я ему буду отчислять 5% от продажи холодильника в этой торговой марке. Что это такое? Вот уже имеем сложный токен. И это уже ближе к ценным бумагам. А если вы, например, еще напишите, что владелец этого холодильника владеет 5% моей компании, вот вы имеете акцию, которая нанесена на холодильник. То же самое с ICO. Здесь не нужно суперспециального законодательства, если только в целях не является стимулирование этого рынка. А немногие страны на сегодняшний день готовы специально его стимулировать. Швейцария готова, потому что они хотят удержать за собой статус мирового финансового центра после того, как был нанесен удар по банковской тайне. В Штатах есть понятие digital security. Цифровые акции, цифровые ценные бумаги. По большому счету токен, это с юридической точки зрения белый лист бумаги в электронной форме, на который вы берете какие-то обязательства. Я считаю, что, ну, конечно же, лучше иметь специальное законодательство, которое ведет его, позволит, точнее, быть ему, есть такое слово, enforceable. По-русски, не помню. Вот и все. Но для юриста, по крайней мере для нас, это понятная абсолютно конструкция. И мы именно этим занимаемся в среду сопровождении SEO. У нас это называемый токен legal design. Мы берем white paper и вычленяем из него те обязательства, которые могут быть и дальше, экстраполируем на то, какие правовые институты это попадает. Единственное, что самое прикольное в токенах, почему я считаю, что за ними огромное будущее, может быть комплексная природа. Владея акциями Apple, вы не имеете возможности первыми заказать все новые формы. Даже если у вас контрольный пакет. А с токенами можно сделать комплексную природу. Когда вы можете получать, например, часть дохода, какие-то услуги. Все это зашивать в рот. И вот в этом, на мой взгляд, будущее. Поэтому мы в этом вере и этим занимаемся. Все, спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.